Как Вы относитесь к Иисусу? Хорошо. Эти темы, и вот тема, тут тоже, которые вопросы у меня было данным. Здесь два было вопроса по записке. Мела, чья я реинкарнация? Мне бы не хотелось этих тем касаться. Они будут лишние. Учитесь искать дерево поклота. Если хотите искать истинного, учитесь внимательно присматривать, анализировать то, что рождается этой истиной. Потому что словно трава не может рождать сладкие плоды. И вот так по делам очень многое можно определять. Хотя не каждый сладкий плод можно считать самым хорошим. Потому что это тоже должно быть естественно в Вашей жизни. когда Вы ищете истину, но не всегда ее можете найти сразу, а находите что-то другое. Это нормально. Не пугайтесь. Когда Вас пугают и говорят, вот там семья, вот там еще что-то. Это очень невежественный взгляд на поиск, который Вы должны вести. Нельзя бояться. Так. Если Вы начнете этого бояться, Вы никуда не пойдете. Но дорогу осиливает только тот, кто идет, а не тот, кто заранее ее хочет отсидеть. Не двинувшись с места. Надо идти. И естественно надо понимать, имея разный уровень развития, а Вы имеете неповторимый опыт каждого. Вы не одинаковы все. Нет двух подобий, одинаковых среди всего объема, живущих на Земле, как сейчас, как то, что было когда-то, до этого времени. Никогда не было и не будет подобия. Вы все равно имеете имею в виду какую-то разницу. А значит, при таком большом расхождении в духовной зрелости, естественно, Вы не сможете взять сразу какую-то самую большую ответственность, которая дается наиболее сильным. Надо каждому изглазать посильное. И посильное, оно должно быть таким, которое поможет Вам хотя бы на одну ступень, но подняться выше в развитии. Не обязательно переширнуть через несколько ступеней. Так не получится. Но если оно хотя бы на одну ступень выше, может Вас поднять, Вы можете хоть немного оповлетиться, встать на эту ступень, ставить эту тверджу. Это Ваша ступень на сегодняшний день. И если завтра в ней усомнитесь и поблагодарите. Идите дальше, идите с мема дальше. Значит, дальше есть, куда идти. Вот так и нужно ко многому относиться. Поэтому истина, если она даже и приходит, она не должна будет себя доказывать. Этого делать нельзя. К ней должны прийти те, кто собрели именно к этой мере ответственности. Они придут, никуда не едутся. И то, если придут, это еще не значит, что они устоят. У них тоже будет выбор. И они могут это ответить. Это тоже нормальное явление. Поэтому прежде предприятия, потому что Вы чувствуете, как Вы сами что-то пробуете понять. Это главный момент выбора. Именно это с Вас требуется. И если Вы как будто пройдете мимо истины, мимо Христа, думая о Божьем, это не трагедия. Вы сделаете то, что Вам посильнее, и принесли большую радость Богу. То есть Вы сделали все правильно. Поэтому не бойтесь такого разнообразия людей разных, которые на Земле есть. Умейте мыслить, умейте трезво осмысливать все, с чем соприкасаетесь. Бог создавал нас мыслящими. И мыслить надо учиться. Нельзя следовать чему-то или следовать чему-то, только потому, что сказал кто-то из ближнего. Нет, Вы сами должны определять эту часть. Поэтому есть на Земле очередные ступеньки, а есть площадка, которой везут эти ступеньки. Но ступеньки нужны пока быть. Они не есть истина, но доме истины у них есть. Чем ближе эти ступеньки к площадке, тем больше в них появляется истины. Но нельзя определять заранее для всех ищущих сразу все табличками. Это предпоследний ступень, это тапец ступень ниже, а вот это настоящая площадка. Если такое определить, даже если люди и не способны нести ответственность за окончательную полноту истины, они все равно пойдут к ней. Постараются пойти, потому что туда показывает стрелочка. Но они так не сделают того, что требуется. У них нет сил. Поэтому вы гармоничны, как механизмы часовой, где каждая шестереночка находится на своем месте. Маленькая она, большая она. Вы все одинаково делаете посильнее и в целом решаете судьбу всего. человечества. Надо решать, что дальше достойно и не смотреть зависимо друг на друга или с испугом друг на друга, чтобы друг вы прогадали, а кто-то из ваших ближних правильно все определил. Это неверный взгляд. Это нам можно бояться помидрать болезнь, остаться в стороне. Так не надо бояться. Так Бога так нельзя уйти. Куда помнишь ли, вы всегда с ним находитесь. Поэтому он никогда вас не оставит и не потеряет. Не бойтесь. отчет. Как-то подчет.